Более 750 жителей Ненецкого округа уже отдохнули на российских курортах по путевкам мать и дитя. Сегодня в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты региона подводят в первые итоги детской оздоровительной кампании 2016. Всего в этом году на средства бюджета было приобретено 868 таких путевок. 411 из них уже использованы. И сегодня в студии мы поговорим с теми, кто уже вернулся с курортов и хочет рассказать о своих впечатлениях. Это актуальное интервью. Я хочу представить нашего гостя. Это Анна Цепилова. Здравствуйте, Анна Валерьевна. Как вам отдых? Давно ли вернулись с курорта? Путевка у нас была с середины июня до начала июля. Нам очень понравилось. Мы отдыхали в Анапе. Это был санаторий Дилуч. Там было очень много наших. Нам было не скучно. Но я хочу рассказать, что действительно санаторий очень интересный, очень хороший. У них очень сильный медицинский центр. Очень хорошие врачи. Внимательные. И сам санаторий нам тоже понравился. Там несколько корпусов. Мы жили в шестом корпусе морском. Аккуратно, чисто. Очень внимательный обслуживающий персонал. Хорошее питание. Нам понравилось. Все свежее, все приготовлено очень хорошо. Я отдыхала с сыном. С Владиком ему 7 лет. Он идет в школу. Ему все понравилось. Мы остались очень довольны. Потому что было все хорошо организовано. Ежедневно для детей проводились развлекательные разные конкурсы. Работали аниматоры. Была детская площадка. И детям было интересно. Все это было здорово придумано. Мы очень благодарны. И очень нам понравился медицинский центр. Если честно сказать, он очень сильный у них. Можем было пройти обследование. И получали очень много разных процедур. Таких, которых во многих даже санаториях нет. У них там все подключено. У них и грязи есть. И даже есть бассейн с морской водой. Потому что если даже какой-то день не очень уютный по погоде, то можно ходить в бассейн купаться. 37 градусов вода в бассейне теплая морская. То есть там все лечение проходило именно по медицинским показаниям, которые были прописаны. Да. Но можно было еще дополнительное обследование пройти. И там же уже ты советовался. Очень хорошие врачи советуются. Они рекомендуют, дополнительно выписывают. Если что-то, даже там еще какое-то заболевание или еще что-то обнаруживается при обследовании. Они проводят обследование. У них очень хорошая аппаратура. Новая, современная. И все специалисты очень хорошие. И очень благодарны. Поэтому они внимательные при любом там обращении. Все сделано так. Уже, знаете, как бы поставлено на систему. У них, если надо заменить, то заменяют. То есть первой половине дня там посещаешь врачей, специалистов. Они потом назначают, выписывают процедуры. Если что-то не подходит, меняют. Если вам даже время не подходит, неудобно, можно прийти, обратиться к врачу в регистратуру. Если образуются свободные окошечки, они могут перенести вас. Ну, все очень так здорово. То есть все расписано. График там, посещение. Все вовремя. Никаких там нет ни очередей, ничего. Все записывается. Какой у вас был распорядок дня? Ну, утром. Зарядка. Мы ходили к морю с ребенком. Потом завтракали, а потом уже шли на процедуры. Вот, в первой половине дня. У нас и во второй была одна процедура, массаж. Но так в первой половине дня. Потом ходили на море, вечером гулять, конечно, в город очень красивый. Сейчас он совсем преобразился. Я как-то давно была в нем, ездила. Но сейчас старается там руководство города. Много цветов, много зелени. Очень так приятно, хорошо, интересно. То есть можно было свободно выходить за территорию санатория и свою программу. Конечно, конечно. Ходить где хочешь. Гулять. Мы ездили отдыхать. Мы на экскурсии ездили. Суббота, воскресенье. Там, когда не было у нас процедур, мы и в дельфинарии ездили. На подкрытом море. Наутришь. И еще намного разных экскурсий с ребенком. Конечно, а как же. Посмотреть, увидеть все. Очень интересно. А вы вставали на очередь для получения этой путевки? Нет. Ну, мы уже второй раз пользовались такой услугой. Пять лет мы, наверное, ездили в Сочи. И вот сейчас в семь лет. Мы как встали, в ноябре месяце написали заявление. И вот нас, так сказать. В ноябре 2015 года. Да. Как вообще происходит процедура? Для тех, кто еще не ездил, нужно прийти записаться. Какие нужно документы собрать? И как вообще нужно дожидаться в своей очереди? Ну, надо обратиться в социальный отдел. Там специальная есть организация. В принципе, я сейчас не могу, может быть, все перечислить. Какие-то, может, сейчас дополнительные требования есть. Но надо было написать заявление, что вы хотите воспользоваться такой услугой. Потом предоставить справку о доходах, потому что это социальная путевка. Если там не превышает нормы, то, конечно, ставят. Вот. И все, справку о составе семьи. В принципе, это все можно взять и уточнить, если они хотят обратиться. Там тоже очень внимательные специалисты. Они всегда все объяснят, расскажут, что можно, как можно, какую путевку получить. Сколько детей там. Я думаю, что это не составит никакой проблемы. Ну, и, конечно же, нужно получить заключение врача. Там нужно собрать целую папу. Да, надо предварительно, надо сходить к врачу. И если врач пишет справку и направление, что ребенок нуждается в сарнаторно-курортном лечении, и, ну, тогда да. А лечить в санатории маму ребенка, что это очень хорошо. Потому что, ну, я так думаю, что здоровье мамы тоже важно. И мам на больничный ходить не будет, правильно? И потом тоже поддерживать, когда маленькие дети. Мама должна быть здоровья. Да, это очень хорошо. А билеты? Вот вам когда сообщили, что вы едете на отдых, и за сколько времени вы покупали билеты? Ну, примерно где-то за месяц я уже знала, что будет путевка. Можно было взять билеты. Хотя, вы знаете, если брать билеты, которые можно сдавать и обменивать, то есть вот есть же у нас разные, там есть более дешевые билеты, а есть те, которые можно и сдавать, и обменивать. Их можно взять и за полгода. Раньше, ну, примерно вы пишете, в какую декаду вы хотите поехать. То есть, если вы же планируете свой отпуск по работе, что у вас будет отпуск там с июня на июль, вы уже, соответственно, и пишете в заявлении, в путевке, что вам нужна путевка вот там с середины июня до середины июля, или там с августа по сентябрь. И уже в это время вам предлагают, какие есть путевки, куда, и вы можете выбирать. Тут не только обязательно вам дают то, что нам предложили несколько вариантов, мы выбрали этот. Нам предлагали и Сентуки, и Киров, и... Ну, мы заходили на Черное море, поэтому спасибо, и поехали. Вот была путевка. А в первый раз куда ездили? В первый раз тоже на Черное море в Сочи ездили, в Хосту. Ну, это под Сочи тоже, в санаторий «Кристалл». Ну, в принципе, море, оно всегда море, это хорошо. Ну, в Сочи было нам не настолько хорошо. Ну, как бы сам Сочи прекрасно, я ничего не могу сказать. Это столица нашей Олимпиады теперь и всего остального. Ну, просто немножечко другого типа был. Этот лучше. Ну, мне больше понравился, вот так могу сказать. Вы говорили, что в санатории было очень много жителей Сненского округа. Вот с ними общались, как у них впечатления? Да. Очень хорошо, все были очень довольны. Ну, те, с кем я общалась, они были очень довольны. Вот мы и дружили, мы здесь их знаем, всех в городе я их знаю. Наших очень много было. Мы так называем нашими, ну, потому что это действительно... Ну, сами понимаете, что у нас небольшой город, и практически все друг друга знают, да? Мамы были довольны, детки. Никто никогда не жаловался, что там кто-то заболел. Но если и приболел ребенок, ну, только так там. Или никаких ни отравлений, ну, ничего, ничего такого. И даже с двумя и с тремя детьми ездят, да? Да, и с двумя, и с тремя там мамы были. И с пятью. И многодетные, с ними там еще дополнительное, наверное, кто-то тоже в сопровождении ездил. Ну, очень интересно. Дети довольные, мамы довольные. Я думаю, что очень интересно. Спасибо большое. Ну, вот если считать по стоимости, то вот как получается дешевле? Отдыхать самостоятельно или вот по путевке? Ну, не знаю. Самостоятельно по путевке, конечно, дешевле. Потому что если самостоятельно, то это и питание, это и проживание, и развлечение, ну, все. И медицинское, это самое главное. Это сейчас дорого, правильно? Какие-то массажи пройти, и все. И там процедуры. Если ты самостоятельно, то это все будет платно, правильно? Поэтому я считаю, что, конечно, это дешевле. И в плане чего? Ну, смотря как отдыхаешь. Если ты просто выезжаешь на море, где-то снимаешь жилье или там в пансионате, и сам питаешься, и ходишь на море. Но здесь оно намного лучше, потому что важно с нашего округа вывести детей, оздоровить. Это очень важно. Потому что здесь не хватает кислорода, здесь солнышка не хватает. Естественно, им хочется и витамин Д получить, и загореть, и покушать. Витамины, и фрукты, и овощи, и все остальное. Поэтому нам дали путевку, какие деньги мы собрали. Это было дополнительно там. Можно было ребенку купить дополнительно фрукты какие-то, и еще что-то там, ну, ему где-то поразвлекаться, где-то покататься на каких-то аккационах, что для них тоже это очень важно. Там очень много всего. Такой прекрасный парк там в центре набережной, там прям целый огромнейший парк. Мой сын называл, что это «Мам Диснейленд», вот попав туда. Вот, поэтому я считаю, что это очень хорошо для тех, кто может воспользоваться такой услугой, и благодарны, что в нашем округе такое есть. А вот интересно, во времена вашего детства, вашей молодости, такие путевки предоставлялись? Не знаю, я не жила в округе во время своего детства, я жила на Черноморье, поэтому не буду, не знаю. Предоставлялись, может быть, какие-то путевки. Были санаторно-курортные, скорее всего, были, куда-то детей отправляли, но, наверное, по медицинским показаниям, по реабилитации, наверное, же было, конечно. Анна Валерьевна, вот такой вопрос. В этом году, как и бывает ежегодно, люди отказываются от путевок, ну, в силу разных причин. Там не успели вовремя купить билет или не отпустили с работы. Вот в этом году невостребованными оказались 181 путевка или 20% от общего количества. Вот на ваш взгляд, нужно ли применять какие-то меры, потому что эти путевки потом порой оказываются вообще сгоревшими, неиспользованными? Ну, я думаю, да. Потому что, ну, даже если, может быть, какая-то причина такая, ну, попал человек в больницу, но не 180 человек, правильно? Вот поэтому я считаю, что это как бы неуважение такое. Я, ну, на моем месте, я бы потом больше не давал таким людям путевки. То есть им прекратить выдачу? Да. Ну, раз подвели, потому что затрачено время, затрачены деньги. Если бы не они, кто-то другой по очереди бы ждал и воспользовался этой путевкой, они не смогли поехать этим летом, понимаете? Там же очередь, и там много людей. И большая очередь. Но кто-то первый стал, им первую очередную дали, что они едут. А вот они взяли, так подвели, и те люди уже не смогли спланировать свое время. Вот я считаю, что это неправильно. Я вообще ко всему сюда отношусь с тем, если ты подал заявку, если ты заявил о том, что тебе надо, ну, тогда надо уже как-то вот подстраиваться под то, что ты это запросил. Либо преждевременно сказать, что мы что-то другое запланировали, не поедем, и уже людей каких-то других бы как бы подключили, они получили, и смогли получить хороший отдых для себя и для своих детей. Так, это мое мнение, не знаю, конечно, как другие. Ну, есть, конечно, какие-то ситуации, там они как фос-мажор, понимаете? Ну, что-то случилось, да? То, конечно, они могут там... Это понятно, это какой-то может быть маленький процент такой людей. А остальным, конечно, надо относиться ко всему с уважением, потому что пусть это социально, пусть, может, кто-то считает, что это бесплатно, но это не бесплатно. Это не бесплатно. Это затрачены деньги, и этой услугой могли воспользоваться другие. Поэтому надо относиться по-человечески. Я так считаю. Ну, вот если у вас будет еще возможность, будете пользоваться такой путевкой? Да, конечно. С удовольствием. Потому что, ну, это очень хорошо. Знаете, это очень удобно для тех, тем более сейчас, от какое время идет, да, не всегда такая возможность. Притом, что социально еще делает? Помимо путевки, у тех, у кого маленький оклад, еще и возмещаются дорожные затраты, транспортные. То есть можно сводить ребенка, отдохнуть на море, тебе и медицинское обслуживание, и питание, и проживание шикарное, и еще потом дорогу оплатят. То есть это очень замечательно. Взять и... Ну, я считаю... Я как мама считаю, что это очень замечательно. Какие можете дать советы тем, кто еще только поедет в этом году или в следующем? Что с собой брать, не брать? Как необходимо подготовиться? Ну, когда летом едут на море, всегда надо брать солнцезащитные средства. И для себя, и для своего ребенка с хорошим солнцезащитным фактором. СПФ-50 — это фильтры, которые не дают возможность и обгорать ребеночку, и себе, и, естественно, не получать ненужные ультрафиолетовые лучи, которые дают облучение. Это первое, что надо брать. Ну, детям и маме, маме шляпу, ребенку панаму. Может быть... Там везде во всех... Какую-то дорожную аптечку, ну, самую маленькую, там, для дороги, для головы там таблеточку, или бинтик-зеленочку, ну, что-то такое в дороге. Какие-то средства антибактерицидные для рук вот вобрызгать, везде в дороге обработать, потому что, ну, сами понимаете, большое количество людей, много бактерий. В влажные салфеточки, ну, все, что там в сумочку мамы помещается, самое необходимое в дороге, а все остальное можно купить. Уже когда по приезду, ну, купальные там принадлежности, все, больше ничего. Очень легкий отдых, ничего не набирать с собой, все там продается. Карточку, деньги, и поехал. А вот я забыла спросить про размещение. Про размещение. Как, в каких номерах жили, какие были условия? У меня очень хороший номер был. Мне повезло, я как в царских палатах жила. Девочки рассказывали, я в шестом корпусе жила, вот в морском я говорю, а девочки жили в третьем. У них тоже все очень хорошо было. У них были кроватки там, кресло, зеркало, телевизор, маленький холодильничек, вот. Ну, небольшие у них такие, не знаю, там по 20 метров квадратных было, а у меня большое. И мы жили, у нас прям большое-большое такая комната была. У нас было две кровати, диван, письменный столик, шкафчик с посудой, потом еще такая полка, большой телевизор, холодильник маленький внутри был. То есть вот мы там могли водички купить, охладить или что-то купить, там такое, фрукты поставить. Достаточно было. И стол письменный был, там я даже ноутбук с собой брала для работы. Вот, гардероб прекрасный, отдельная ванна с туалетом. В общем, у нас апартамент с балконом, с видом на море. И от моря близко? Ну, от моря я где-то минут 15, наверное, ходила, честно. Можно было идти на песочный пляж, но мы на камушки ходили, нам понравилось. Ну, я считаю, что это тоже как зарядка. Хотя у меня море было видно с балкона, пусть это не первая береговая линия, ну, как говорится, да, что вышел и вот, пожалуйста. Ну, вполне доступно. Можно, и мы утром бегали с сыном скупаться, там как бы как зарядка проходили. Ну, это очень полезно для здоровья много ходить. Не знаю, я... Раньше, конечно, бывали годы, когда я отдыхала в таких отелях, где прямо вот рядом, ну, за границей там было. Ну, мне понравилось. Для меня это не было проблемой, что до моря надо идти. И наоборот, даже хорошо было. И очень хорошо, что там везде надо ходить, понимаете, там вот на процедуры надо ходить, на... К врачам надо ходить там спрашивать, на море надо ходить. Очень хорошо, что было столовая у нас внизу, на первом этаже, прямо в нашем корпусе. На лифте мы спускались. Какое было питание, какой там был шведский стол, да? Шведский стол, питание хорошее. Много блюд, разнообразие хорошее. И овощи, и фрукты, и все время там свежие блюда какие-то. Для завтрака можно было выбрать несколько вариантов каши, несколько там вариантов второго, там утром и омлет, и такое все. В обед то же самое, там три вида первого, и пять или шесть видов второго можно было выбрать вполне. Очень хороший овощной стол, там. Трехразовое? Да, трехразовое питание, завтрак, обед, ужин. Тоже все назначают по времени. Первая, вторая смена. Вы приходите по времени, кушаете. Очень удобно. То есть проблем с питанием не было? Никаких, абсолютно. У нас были, представляете, белые скатерти, белые стульчики, вот так накрыты, салфеточки, все как положено. Очень красиво. Я не знаю, как в их корпусах было, ну, просто не ходила в ту столовую. Но вот где мы питались, у нас было шикарно. Кондиционер, прохладно. Вот, можно было там на выбор любые напитки и покушать. И сын сам бегал, ему это нравилось. Для него это даже задор было, что пойти там самому все выбрать, что он хочет. Нет, хорошее, хорошее. А вот на досуге, там, может быть, был спортивный зал, еще какие-то площадки детские, игровые. Вот инфраструктура отеля. Да, детская игровая площадка есть. И вот там целый день дети могли играться на детской площадке, а еще дополнительно вечером вот работали аниматоры. То есть они с ними проводили время, все время в таком вот, в их понимании, там, с их мультиками, это и Нюша, и Пеппи, там, и разные Барбарики. Ну, кто... Все герои, они переодевались, они с ним проводили такие сценические разные мероприятия. То есть это были театральные представления, и дети все время были задействованы, они их вовлекали, они сами были участниками, сами были героями. В общем, то у них пиратская выездка, то они, допустим, там со своими любимыми героями, там с винтиками и шпунтиками куда-то тоже там идут. Не знаю, у них было хорошее. И для взрослых то же самое было. Там очень много выступало, такие концерты были, и кубанский хор приезжал, пел, и разные певцы, и артисты, сейчас уже перечислить не могу, и танцы были, и казачьи. Приезжала юность такая, молодежная студия танца. Ну, каждый день, каждый день что-то менялось, каждый день была возможность что-то посмотреть, отдохнуть, так не надо было никуда ходить, было интересно. Ну, и потом, естественно, ну, днем они так просто на площадке играли. Было где им там загорожено, все аккуратно, зелени много, там скамеечки, родители могут в тюрьмечке посидеть, детки бегают. Ну, днем мало кто там на площадке, так только если между процедурами какими-то, вот, а все корпуса рядом. Вот медицинский корпус, потом площадка, потом еще один корпус, там первый, второй, третий. Большой медицинский центр, девятиэтажный, на всех девятиэтажах, вот, разные проводятся лечения. Лечение очень понравилось, очень. Потому что, во-первых, там и охрана, так просто не пройдешь ничего, видно, что это все серьезно поставлено, вы по карточкам тоже только можете пройти. Здание девятиэтажное, работает два лифта, на лифте поднимаешься, все тебе расписано, на каком этаже, что проходит, то есть не запутаешься никак, спрашивать никого не надо. Этаж такой-то, кабинет такой-то, туда-то ты проходишь по расписанию. Все очень удобно, никаких очередей, ничего нет. Какие вам больше всего процедуры понравились, запомнились и эффект принесли? Ну, у меня была царская ванна, очень интересная ванна, с солью, с морской совсем так расслабляет, с бромом укрепляет и сосуды, и мышцы. Массаж очень хорошо. Массаж это тоже было как по назначению врача? Да, 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 да. Там все нам, и мне, и сыну было, мы ходили там с ним. Очень хорошие специалисты все. Вот. Ну, много процедур. Мы брали голокамеру, это тоже дышать солью морской, там ее измельчает, там тишина, полчаса с музыкой, можешь сидеть, спать, прохладненько, и дышать вот этой солью. Очень полезно. Вот. Практически процедуры брала такие, какие мне можно и ему. Сыну, чтобы вдвоем. Да, чтобы вместе мы ходили, да, чтобы меньше времени затрачивалось. Вот такие общие какие-то процедуры проходили. А ему очень понравилась ванночка с пузырьками. Там ванна с гидромассажем, и вот все время вот это бурлит. Ну, знаете, как для ребенка. Представляете, ложиться, а там поднимся. Вот. Это была его любимая процедура. Ванночка с пузырьками. Вот. А так, мне, что ему еще понравилось, может быть, ну, там, во-первых, очень много разных массажеров дополнительных. Можно прямо такие, знаете, как стаканчики для ног пройти кому-то массаж. Если детей плоскостопие есть, тоже там промассажироваться. Еще ему нравилось, но это была платная услуга, ему нравился массаж рыбками. Там в аквариумах такие специальные рыбки маленькие, тайские, по-моему, они объедают, вот, делают такой микромассаж. Ну, для ребенка, представляете, ножки опустить там, и там куча-куча рыбок маленьких разных. Ну, а как погода была? А погода, с погодой нам повезло, да. Погода была хорошая, хоть и один раз был ливень такой очень сильный, но нас это не испугало. Знаете, это приятный, теплый летний дождь, ну, как и везде всегда. Погода хорошая была, на море ходили, мы даже под дождем купались. То есть каждый день ходили на море? Да, каждый день. Мы на море ходили, мы еще и в бассейн ходили, это дополнительно. Там у нас три раза на неделю был расписан бассейн. Закрытый. Да, он закрытый, да, он закрытый, но в нем 37 градусов вода и просто там чистая вода всегда. Если вот дождь пройдет, не всегда залезешь в воду, правильно там? А там можно было спокойно плавать, отдыхать целый час. А вот по поводу пляжа, он там отдельный санаторий или общий? Да, он отдельный. Отдельный по карточкам бесплатно, там лежаки и закрытая зона солнца, зонтики такие, ну, большие навесы. Вот, и потом, а кто хочет на солнышке пожариться, там прямо эти сделаны, господи, как забыла, как называется, стеллажи до самого моря. Можно прямо вот до самого, до самого края, можно на первой сесть и прям ножки в воде мочить. А вот эти вот шезлонги? Да, но они не шезлонги, а они стеллажи деревянные, там чистое дерево, видно, что чистое этого года, набитые, очень красивые. По два штучки, так они стоят вот, ну, в линию. Можно поближе к берегу. Я, когда выходили мы на море с ним, если занимали места, от солнышка, ну, нельзя еще вот совету говорили, что посоветовать, да? Мамы и сами должны понимать, какой бы ни хотели загар принять, надо понимать, что солнце, оно может быть вредным, и может быть тепловой удар у ребенка, и у самой мамы тоже может быть. Поэтому море желательно посещать там с, ну, с 8 утра до 11, а потом вот это жаркое время, период с 11 до 4 часов, лучше где-то, ну, пусть там процедуры попринимать или отдохнуть даже с ребенком, поспать можно, если маленький. Вот. А потом во второй половине дня уже опять можно идти на море, купаться, загорать и все остальное, потому что в период вот с 11 до 4 солнце очень активное, и это вредно. Ну, либо там где-то сидеть в тенечке, и обязательно солнцезащитными средствами много воды пить, чтобы не было теплового удара. Вот. А так можно вот на первой береговой линии, он купается, ты смотришь, загораешь хорошо. Читаешь книжку? Книжку не читаешь, смотришь за ребенком. Книжки дома надо читать. Это море, это, понимаете, все равно родители должны нести ответственность за своих детей. Книжку можно читать, когда он рядом загорает, рядом с тобой. Вот. А когда ребенок в море, мама должна смотреть. Ну, и какие, может быть, рекомендации дадите на последующие годы, вот когда будут опять закупать путевки, может быть, что-то в номера добавить, или что-то учесть, чего не было учтено? Вот какие ваши пожелания? Ну, у меня все устроило, честно, если сказать. Вполне там всего было... В моем номере, где я жила, было все. Был и чайник, и все, не было только утюга. Но если, конечно, они введут в то, что еще будет не только брать у администратора утюг гладиться, а еще какой-то маленький утюжок, было бы хорошо. А так все, сушилки были, чайник у меня был, холодильник был. Ну, все, постельное белье каждые пять дней меняли, полотенца по желанию. Тоже каждые пять дней, но если тебе надо раньше, можно попросить, и поменяют. Полотенец много было, по шесть штук. Ну, шесть у нас было, по три на человека. Ну, как в среднем, вот, это достаточно. А так все. У нас было хорошо, и чисто, и уютно, и все, и кондиционер был в комнате. Если бы не кондиционер, было бы жалко. Поэтому хороший. Ничего не могу сказать. Мне понравилось, очень хорошо все. Даже если утюга нет, ничего страшного. Все высыхает летом, солнышко выглаживает. Поэтому отдых прошел на ура. Да, отдых прошел замечательно, честно, я очень благодарна. Действительно, на ура. На ура. Это приятно, это море, это новые взгляды, и мои, и ребенка. Это событие какое-то, я тоже так считаю. Потому что одно дело, как мы принимаем, мы уже взрослые. Другое дело, насколько позитива дети получают от того, что они выезжают. Они взрослеют, они больше видят, они растут, развиваются. Я очень благодарна. Спасибо большое. Спасибо большое, Анна Валерьевна, что пришли к нам в студию. Я напомню, что сегодня мы поговорили о детской оздоровительной компании 2016. И у нас в студии была Анна Цепилова, которая уже успела отдохнуть по путевке мать и дитя. Это актуальное интервью. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова